К другим темам. 200 лет трудового стажа на три поколения. В преддверии Дня Металлурга мы подготовили серию репортажей о семейных династиях, которые работают на новотрудном заводе. Первыми героями становится семья Горчица. О них наш следующий сюжет. Мама тут у нас, видите, все как-то с улыбочкой. Папа тоже у нас, видишь? Любовь к труду и родному предприятию этой семье привили основатели династии Горчица Геннадий Лаврентьевич и Таисия Яковлевна. Они работать на завод пришли еще до войны. Там познакомились, затем женились. Их дети Людмила и Владимир продолжили трудовое дело родителей. Дома у нас всегда много друзей, которые работали на заводе. И у нас просто мы как бы подпитывались вот этими всякими рассказами, приобщением. Вот так же, как и эти наши ребята, мы собирались все вместе, вот придут гости. Мы просто знали, что вот этот завод, что мы должны идти туда на завод. И что никуда не деться, вон как у нас городообразующий этот завод, это предприятие. Ребята хорошие были, дружные были, заводили. Я работал сперва в ремонтной бригаде, два года, а потом поставили меня на дежурство. Последнее время был бригадиром электриков. Мне нравилось почти все, что я лично, потому что отдал 50 лет заводу. На заводе Владимир Горчица познакомился со своей супругой Зинаидой Петровной, которая была активисткой сан-дружины и организатором всех корпоративных праздников своей бригады. Мы ходили вот в эти, в походы мы ходили. Везде на Таватуй ходили и вот ездили во все театры и все везти сюда. Потому что у нас дружная бригада была, я была профоргом. Вот сколько лет, 15 лет, и я так все 15 лет была профоргом. Продолжатели династии металлургов в третьем поколении – дети Владимира Дмитрий и Сергей. Дмитрий Горчица работает в трубоволочильном цехе старшим мастером участка термической обработки труб. За плечами 30 лет непрерывного стажа. Рассказывает, с производством познакомился еще до армии, поэтому после службы точно знал, куда идти. Конечно, если все будет хорошо, все сложится, то наши дети тоже пойдут в следующее, пятое поколение, там пусть на завод пойдут, будут работать. Стремиться будем к этому, чтобы было все хорошо. Сергей Горчица сейчас старший мастер участка по травлению труб. А 23 года назад на производство мужчина пришел обычным учеником. С гордостью говорит, на предприятии устроился по примеру отца и деда. О выборе не жалеет, а свою деятельность считает одной из самых важных. Без химобработки ни одна труба не будет прокатываться. Если не нанести смазку на трубу, она не будет обрабатываться. И я думаю, что химотделение является одним из важнейших звеном для дальнейшей цепочки, прокатки, протяжки труб. Принимает заказы на изготовление инструментов, запчастей и металлоконструкций супруга Сергея, Екатерина Горчица. На ней большая ответственность. Цех, в котором трудится женщина, обеспечивает бесперебойную работу Первоуральского новотрубного и Челябинского трубопрокатного заводов. Екатерина Горчица гордится династией мужа. Сама на производство попала вслед за родителями. У меня, получается, работала на заводе мама, отец и мой родной брат. То есть мы как бы все, ну, видимо, по, так сказать, за родителями, что ли, мы потянулись. И я тоже пришла на новотрубный завод работать. Мы знаем, что мы пришли на работу, мы поработали, да, мы сделали, ну, свою любимую работу. Нам это нравится. И есть уверенность в завтрашнем дне, да, что мы придем завтра, что работа эта будет, она никуда не денется, стабильная зарплата. На Первоуральском новотрубном заводе трудится несколько династий. Семья Горчица занимает в трудовом коллективе достойное место. Общий стаж династии почти 200 лет. Елена Беляева, Денис Хромцов, Александр Захаров. Хроника дня.